Эти мальчишки Это и двухсторонние игры, это и подвижные игры, это уже какие-то обманные движения и финты. То есть мальчишки сразу, мы обозначаем то, что они приходят здесь и играть, и учиться. И самое главное, чтобы здесь им было весело и комфортно. Впрочем, в процессе отбора принимали участие не только все тренеры школы, но и начальник центра подготовки футболистов Сергей Успенский. Опытнейший специалист остался доволен пополнением. Несмотря на то, что компьютеры все чаще выигрывают у спортивных площадок сражения за свободное время детей, пришедшие на просмотр ребята, показали неплохой уровень физической подготовки. Быстрые, ловкие, координированные, некоторых уже видно, просматриваются, поэтому вот эти качества. Подвижные, конечно, мальчишки должны быть. Это самое основное. Несмотря на юный возраст, многие из ребят знакомы с футболом не только по дворовым матчам и телетрансляциям. Среди этих мальчишек есть и постоянные посетители Металлурга. Ну, я люблю очень футбол, играть в него. Я на каждый футбол хожу. В Локомотив ходил, в Терек, в Кубань, а еще в Ростов. Ну, на каждые матчи. Родители наблюдали за занятием со стороны и нервничали куда больше увлеченных процессом мальчишек. Большинство из них понимают, спортивным залом тренировочный процесс не ограничится. Мы прочитали на сайте о том, что будут смотреться мальчики 2006 года рождения. Ну, и, собственно, решили прийти поучаствовать. Сейчас дома больше всего приходится мячики пинать. Готовы к тому, что будут проблемы и с соседями, и с битой посудой, может быть, мебель? Ну, чё ж, да, конечно. Всё это знакомо. Сам играл, занимался. Так что, чё ж делать. Пусть бегает. Первый этап отбора позади. Но поиск одаренных мальчишек продолжается. Следующее подобное занятие состоится в спортивном зале «Металлурга» в воскресенье, 20 января в 11.00.